Механизм. Значит, сейчас поставим механизм, как завтра в Риге в 7 часов вечера в зале Конгресса выступает эксперт банковских и финансовых инструментов, человеку, который сам был владельцем 6 банков, Евгений Мокс. И я сейчас вам дам возможность посмотреть видео. А сначала я вам покажу вот этот тоже. Я тут сказала, что есть еще один концепт, да? Его можно найти. Это мой концепт гендерной экономики, где есть москулизм, не только феминизм. Это gendereconomy.com. Если кто-то хотел какие-то интернетные сайты, запишите тут. gendereconomy.com, да? Это то. Просто у меня тут оно было. А сейчас посмотрим. А, ну тут тоже я покажу вам. Я встречалась тоже, интервью делала с Mark Waysbrot, который американский специалист по банковской системе, он работал с Латиноамерикой. Они там Аргентина, Венезуэла. И там вырвали эти страны из такого же финансиального краха, который мы сейчас переживаем, да? И его заключение было, что Европейский Центральный Банк, это экстремно консервативный банк. И что же это за термин экстремно консервативный? Это то же самое, что фашистский, да? Потому что эти европейские банки, они не дали, они сказали, что мы должны брать взаймы от International Monetary Fund, Международный Валютный Фонд. Они нам не разрешили имитировать деньги самим, они не дали нам взаймы сами, они послали нас. Куда? Далеко. Очень далеко. Это просто финансиальный фашизм. И это так и надо понять. Это эксперты знают, и я действительно уже 10 лет работаю с высшими экспертами. Также и Майкл Хадсон интервью вы можете найти на Radioactive BSR канале. Если вы напишите Майкл Хадсон, очень большой эксперт по экономике. И моё имя, вы сразу найдёте в Ютубе это интервью. И также, значит, этот домашний сайт английский, nationalstate.info, да? И чтобы... Сейчас покажу вам видео с Евгением Оксом, да? И там будет... Методика там будет на два вопроса. Первый вопрос. Как избавиться от нынешней банковской системы, да? И методика там будет через суды. Через суд в каждом вашем конте можно увидеть махинацию в банкировской системе. Потому что даже в вашем, в приватном конте будет несколько единиц денег, которые они своровали против закона. И каждый индивид может найти, начать юридический процесс. Потому что вас обокрали. С такой маленькой юридичейкой, да? Методика, значит, там такая, что... Если несколько дюжин человек найдут... Начнут такие процессы, На кого-то найдется судья, Который сделает правильное решение, да? Найдется. Есть судья, у которых все еще есть... Есть... Тейкум, скажем, нравственность, да? И... У людей есть нравственность, у людей должность. У судей должность... Несмотря на то, что у нас... Несмотря на то, что у нас нет народной судебной системы, да? Но они такой метод нашли, что... Потому что сами судьи, они тоже нравственные люди. Они просто сидят в неправильной системе. И такой механизм может дать одно решение, В котором будет сказано, Что это махинация банковской системы, И тогда всю систему приходится менять, да? И вот, пожалуй... И второй вопрос, который они предлагают решение, Это как взять назад один банк. У нас в Латвии есть банк Цитадель, В который вложили один миллиард бюджетных денег, Когда его поставили, да? И, значит, это народные деньги. И мы можем затребовать, Что мы акционеры в этом банке. То же самое, наверняка, Если вы поищите, И вы тут можете найти... Есть, наверняка. У нас тоже есть Цитадель, Который и у вас, и у нас, Раньше назывался Париксбанк. Да, да. А, ну так мы сидим в одном сне. Да, 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 в одном сне. Очень хорошо. Будем, значит, работать вместе на эту тему. Много-много таких пунктов, Где мы вместе сидим. И, значит, Все уважение Этому изумительному эксперту Из любимой еврейской общины. Потому что наши латыши и нерусские Никто не могут рассказать. Но Евгений Окс. У меня вообще подробно написано, да? Ну, основная суть, Существа и цены. Вы можете услышать? В формате вот Всяких телепередач Подойдите ближе. Коротких интервью, да? Это довольно сложно понять, Но я бы сказал, На сто процентов Уверен, что вы не поймете. Дело в том, что Суть заключается в том, В нем порождается кредит. Если Обязывается по долгу, Обязывается по долгу, Значит, порождать кредит. То есть если я вам дам что-то в долг, То есть я вам доверяю. Снова кредит, Это кредит. Может, Субъект экономики, Тогда Причарики Это Причарики Которые Морганизмы Просто Семорганизмы Окошко Причарены Вещи. Еще Ровно Сколько Наш Окошко Если Вестерики Вестерики Данные Они Уголовные Актики Либо У нас Путается Они Говорят, Что Околобика Перекирается А у него Вам убирается Ну и вот, сейчас мы с какого-то делаем, надо сказать, что ставку. Ставку, которые вы меняли, это значит, что меньше, чем сейчас нагревать. Мы снова начнем нагреваться. Уменьшилась ставка. Уменьшили на 20%. Соответственно, на 20% можно будет больше, да, пропустить вот этих безналичных, которые очень не обеспечены. Когда деньги порождаются в сумму будет экономика, в сумму будет экономика, в сумму будет экономика. Я еще знаю, что это хорошо. Да, у меня... Вот, что они... Вот, говорят, что деньги, это наличная гипенда, и вы тоже подчлены карьера, которые в как раз и покопавшиеся в том, что так происходит. За неделю больше, что наличная гипенда обеспечена только на 5 см новых дыхст KS. 5% На 5%. То есть каждого обеспечена 5 см. Т.е. реальных денег у этого банка вот дать на титул? Конечно. Т.е. реальных денег, да. А обязательство он удаёт на вам? Да. Это всё равно, что я бы под свою зарплату 200 долларов купил. Толку бы каждому дал обязательство. Распространство от вас на стоило от вас на стоило от вас на стоило. Да. А обеспечение у меня было всего на 200. Братные смошенничные записывают. И судят именно на грамках уголовного закона. И чтобы банк не говорил, да, Значит, если начать в этом разбираться, то выяснится, что он постоянно занимается мошенническим бизнесом. Мало того, обманами обязательства. Используя как деньги, снова дают в кредит. Это всё равно я у вас полное зеркало ночью сниму, и вам же зеркала продают. Всё не по-честному. Но в рамках у такого короткого исключения, я боюсь, что... Нет, всё равно, совершенно понятно, поскольку я видел это все фильмы. Где тут? Ну, хорошо, если вы хотите... Как вы собираетесь снасти нас в баранах? Через шуму. То есть вы будете выступать над кредитором? Мы будем выступать. Да, в том качестве, в котором мы находимся. И что вы будете просить? Вы выполнить договор. Что? Дать наличный. Дать денег, конечно. Ну, а они скажут вам, оберните тогда безналичные. Нет, мы сразу обернем безналичные. А какой курс? Ну, у нас есть. Я на Каспарса оберну безналичные. Да. В любом количестве кричат. А в чем тогда вам тогда... Теперь они говорят о чем-то другом. У нас... О кредите банка. Там один... Он защищает одного певца, Каспар Демитрса, который потерял свой дом. Ну, тут у нас таких везде полно людей, да? Которые в банке отняли имущество, потому что не смогли кредит. А там он поставил следующую схему в суде. Когда банк выписал деньги человеку, чтобы купить имущество, они поставили, например, 200 тысяч кредит. Вы его получили безналичными, просто переслали тому, кто вам продал имущество. И потом вы заимели имущество и начали оплачивать обратно деньги, да? И то, что он говорит, это то, что эти деньги, которые только через банк идут, безналичных. Что это банк создал ненастоящие деньги. Что все кредиты, которые они дают, у них есть настоящий покров ресурсов только на 5%. Остальное они создают в компьютере. Что-то, чего не нужно. Если они всем говорят, ой, будет инфляция, они создают эту инфляцию каждый раз, когда они создают кредит. И она инфляция, сами понимаете, в 20 раз выше, чем то. Это не там несколько процентов. Это законно? Да. Это законно. Это законно. Вот это? Это законно. Но то, что незаконно, это то, что у него, это неналичные деньги. Если бы они вот эту сумму вам дали наличными, тогда бы было это законно. Но в то время, когда у них нет наличного покрыва, это незаконно. Это махинация. И этот процесс, который они создали в Латвии, они говорят, что этот певец никогда не получил эти деньги. Что это была махинация, все это имущество, покупка. Но это законно, только скрытый обман. Но это махинация. Вы идете в цирк, там иллюзионист. Он делает вот это. Где настоящее, а где ненастоящее. Вы знаете, вот это. Две чашечки, и где-то есть, и где-то нет. А тут две чашечки. Тут есть, а тут нет. И то, что происходит, происходит то, что эти банки делают ресурсы ненастоящие. Потому что всюду все рушится, что из ненастоящих ресурсов они дают кредиты. Это жуткая махинация. Если вы отдаете свои деньги потом с процентами в 20 лет, вы отдаете еще в два раза больше, чем они написали в своем компьютере, значит, махинация в 40 раз больше уже будет. Чем они действительно дали вам деньги, да? И это уму непостижно вообще. И они это в суд идут, и в некоторых судах судьи, когда начинают понимать эту махинацию, а он-то сам, банкир, знает, что это правда. Они просто, просто сразу, ой, перекладывают в суд, чтобы их не убили банкиры, да? Это легально такая пирамида. Это во всем мире еще. Но потому и все разрушилось, потому и ресурсы. Это глобальная махинация безресурсовая, да? У него нет покрыва, денег нет покрыва. У него 100 долларов, но он может... Тысячу видеть. А их нет. Выдать тысячи. А проценты? А проценты получают от тысячи. Еще большие. И так все делают баквы. Это называется виртуальные деньги. Представляете, это не деньги, это махинация. Это просто виртуальная махинация, в которую все запутаны сейчас, да? И потому и рухается весь мир. Да, если какое-то не уладится, и сразу пирамида рух, 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 жутся. Выживая только самые большие, которые 35 раз может умножить деньги. А маленькие банки... Главное, что это уже заложено в законе. Понимаете? Он может иметь 1 миллион, а видать может 10 миллионов. Представляете? Это уже в законе. Это заложено в законе. Но другая часть не в законе. Криминальная махинация начинается там. Что в законе даже сказано, что банк обязан клиенту дать наличные или другие вещи. Вещи, а не цифры в банковском конте. Понимаете? Да. А у него нет этого. Так что это незаконно все равно. Но... Но... А люди не получают ни наличные, ни вещи. Ну, им не надо наличных. Оплачивается... Вот там и начинается иллюзия церковая, да? А ты помнишь, там сказано было так, что доллар фактически не имеет никакого покрытия. Да. Он, говорят, со всем имуществом с университетов Америки. А что это такое все имущество? Это все метро, все заводы, все города. Вот открываются. А фактически ничего нет. Но вот из этой... И еще у них есть монофол. Вот в том-то и дело, когда мы и говорим, что мы должны в своей территории свои деньги сами имитировать. Можно создать кооперативный банк при помощи государства. Чтобы государство это сдавало и помогало. И проценты были очень маленькие. 2% или... Или вообще... Он сказал, он сделает вот этот новый банк без каких процентов. И это так должно быть. Это должно быть без процентов. Тогда государственная помощь должна быть. Тогда только будет. Потому что вот люди будут работать, они верят, там получают... Я скажу, что... Это как раз вот утром... Утром... Я говорю с радостом. Как раз вот по этой теме как... Но раз умножается... Потому что сейчас мы очень благодарны. Та зона денег, от которой получают проценты. Так это было бы хорошо, если эти проценты шли всем. Так значит банк должен быть только государственная. Потому что вы не можете... Тогда польза этих процентов... Только государственных. Милые. Милые. Это не экономически неправильно. В том пределах. Потому что... Это абсолютно невозможно. Потому что вы хотите... Если вы делаете проценты... Тогда вы хотите, чтобы денег было больше, чем их есть. В том-то и дело. Нет. Проценты очень маленькие. Но, понимаете, вы не можете станцевать новые деньги на эти проценты. Деньги должны быть в ресурсах. Но они остаются на обществе. Если государственные... Я вам расскажу Хохму, как Евгений Окс хотел в этом семинаре сделать, чтобы все наконец поняли, что нельзя быть проценты вообще. Он хотел использовать довольно радикальный метод, чтобы люди поняли. Да. Он всем дал бы денег, которые приходят на него семинар. Он всем дает, например, там 100 евро. И потом... Начинаем банковскую систему с процентами. Но вы понимаете, что кто-то... И каждый, у кого теперь есть вот эти 100 евро, могут выйти только те люди, значит, у которых вот нет этой процентовой части. Потому что все получили, например, вот 100 человек пришло, 100 вот этих. А если вы начинаете проценты, так должно быть 103. А нету-то денег. Столько не напечатали даже. И, значит, там был такой принцип. Он хотел поставить у дверей paint guns. Как это? Эти стреляют с красками. Как это называется? Пимболом. Пимболом. Да. И кто не успеет выйти, того... Шех убыч. Понимаете? Потому что в процентовой системе это... Ну, ему там не разрешили, люди бы инфаркт получили, типа... Но он хотел это, чтобы люди не забыли. Нельзя быть процентами. Потому что просто так это неправильная система. Но если есть ценность, она производить должен... Тоже ценность. Немножко производить новую ценность. Это даже не ценность. Бумага это не ценность, да? Это макулатура. Бумага нет, но она... Это... Она должна быть... Отображение ценности. Ну ладно, не застрялись в этом вопросе, да? Потому что это действительно малопостижимо. И это слишком большие... Большие махинации там приходят. Но если в государстве эти банки, так государство получает... Оно может добавочную... Ну это деталь, да? Можно сделать намного лучше не так. Да, да. Ну во всяком случае, он говорит, что мы... Совсем... Будет прекрасно. Просто прекрасно будет. И у нас есть люди, которые это уже готовы сделать. Вот это хотела я вам сказать. Что мы богатый народ. У нас есть эксперты, которые поставят нам беспроцентную банковскую систему, да? Только давайте работать и сделать, чтобы вот эти процессы начались и у вас. Вот завтра в 7 часов в Риге семинар. Это все будет на видео. Это в Шаме? Да, он сам и делает, да. В 7 часов будет все снято. Все будет на видео, все будет по-русски. И вы тут в Литве можете начать акцию, распространять эту информацию. И как это начнется в Латвии, так это начнется тут. Вы представляете, как здорово будет? Ну, он ходил в прошлый раз, а ничего не получилось. Потому что народ инертный. Народ, все боятся заполнить на два документа каждому. А никто не хочет заполнить и поставить подпись. Ну, никто не хочет. Потому что это был первый раз. Сейчас уже совсем другое дело. Сейчас люди уже поняли и уже массовая реклама пошла. Эти бумажки дома лежат до сих пор. Но надо и это проверять. Может быть, им не удастся. Надо искать других банкиров. Со всеми надо дружно, любя говорить. Не надо упрекать ничего, да. Вот потому что только они и знают, как можно добраться. Полюби кооргинат. Да, и кооргинат. Потому что это единственный путь. Потому что в солнечной модели банки у нас есть и методология. Я сейчас методологию вам дам. Есть у вас силы, еще методология сегодня? Выключить, да? Силы умножаются.